Друзья, всем привет! Конец августа, и я выбрался на рыбалочку с ночевкой. Еду на свою любимую реку Аку. Изначально я хотел поехать куда-то на свои места. Может быть в Белоомут, в Дединова, ну или еще куда-то. Но в последний момент все переиграл и решил разведать новое место. В общем, еду на новое место. Первый раз, не знаю куда, еду по навигатору. Цель рыбалки не наловить рыбы. Цель рыбалки разведать новое место для отдыха с ночевкой и рыбалкой соответственно. И программа максимум подобрать ключик к рыбе на этом месте. Что из этого получится, увидим вместе с вами, друзья. Поэтому погнали! Вот иду смотреть первое место. Машину бросил. Вот здесь вот есть заезд. Вот уже речка. Что тут такое за место? Ух! Блин! В принципе, ну, так-то ничего, но трава, конечно. Наверное, проеду я подальше. В принципе, место неплохое. Но поеду я проеду подальше. Уж очень много здесь, как ее вытаскивают через эту правую. Куда кидать? Ну, попробуем еще подальше проедем. Посмотрим. Ветерочек сильный. Ребят, АК. Вот АК бывает и такая. Посмотрим. Ладно. Едем дальше. Друзья, есть старая русская поговорка. Кто ищет, тот всегда найдет. Короче, нашел я место. Даже есть место под костерок. Даже есть мангал с шампурами. Импровизированный столик из поддона. Пойдемте, подойдем к реке. Что у нас с речкой? Ну, с речкой у нас вот такие вот, друзья, обстоятельства. Немножко каменистое такое дно. Кто-то положил деревянную дверь здесь бросил. В принципе, ловить здесь комфортно. Нету того тростника, что был на том месте. Нет особо травы. Комфортно кидать. Думаю, что, в принципе, местечко неплохое. Давайте здесь попробуем и увидим, что из этого получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова осталось. Ну и вторая классическая Дунай Флеш. Хорошая, классная прикормка. Мне нравится. Не реклама, друзья, просто я действительно пользуюсь ей. Да и многие пользуются. Наверняка каждый из вас из всех отечественных прикормок выбирает именно ее. Не потому что реклама, а потому что она действительно работает. Но сегодня я их смешаю и буду пытаться что-то здесь на них поймать. Высыпаем. Ой, чесноком как пахнет, друзья. Чесночилоприот. Не знаю, отреагирует ли лещевое семейство на этот запах. Хотя все карповое. Вся белая рыба, да, практически она, карпового семейства. Ну не знаю. Смешаем, посмотрим. Будет видно. Так, перемешаем. Ой, такой какой-то получается запах. Это бисквитиком пахнет, а это чесноком. Смотрите, здесь какая-то крупная фракция у нее имеется, типа сухарей. Вторая вещь. Не знаю, как будет работать такой аромат. И залью я все, друзья, миласка у меня осталась, вот, немножко. Сейчас я ее разведу водичкой и буду перемешивать. Вот такую вкусняшечку, друзья, ему делаю. Пусть он питается. Потом еще до увлажнения. Итак, друзья, по традиции первый заброс. Без насадки. Один опарик, три мотылика. Точку не закармливал. Буду темповать. В темпе вальс, короче. Первая кормушка пошла. Точка ближняя. Спрашивайте, почему катушка пуля, потому что я ее люблю. Я ее не буду. не понимаю. Я ее не понимаю. Я ее расскажу. Я ее ею. Я ее прячу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ммм, вкусняшечка. Неужели не понравится? Должна, должна понравиться. Пока что это только второй заброс. Сейчас будем разбираться. Сейчас сначала укоротил поводок. Может быть сейчас посильнее поклёвочки начнутся. Будем думать. Второй заброс на дальней точке. Второй заброс на дальней точке. Друзья, смотрите кто это. Кто это так нежно клевал у меня на дальней точке. Это стерлядочка. Друзья, стерлядочка. Масенькая-масенькая стерлядушка. Царь-рыба. Королевская. Ты же мой золотой. Ты на мотылику у меня позарил. Сейчас я тебя отпущу, моя хорошая. Сейчас я тебя отпущу, моя золотая. Я-то думал, кто же там так... Ай, тихо-тихо-тихо. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Я-то думал, кто же там вот так аккуратненько клюёт. Кто же это такой? А это стерлядочка, друзья. Смотрите. Красотень, да? Стерлядочка. Тихо-тихо-тихо. Иди, я тебя отпущу. Иди. Иди, мой золотой. Выи, нахуй, еще. Выи. Выи. О, ну. Пошла, пошла. Пошла. Давай, давай. Красота царет. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Приехал, друзья. Что это она всплыва-то? Она, видимо, в шоке, но я думаю, она отойдёт. Да, друзья, смотрите. Что-то она всплыва. Сначала поплав... Не-не-не, вон пошла, пошла. Пошла стерлядочка. Ты мой золотой. Ты же мой хороший. Вот она. Друзья, я уже не зря приехал. Я поймал такую классную рыбу. Блин. Редкую рыбу семейства осетровых стерлядку. Супер. Опять поклёвочка, опять поклёвочка. Оп. Ну-ка. Опять что-то есть. По-моему. На третьем забросе. Дальняя точка. Радует. Если опять маленькая стерлядочка. Отпустим. Но всё равно это классно. Ой, золотая. Стерлядка появилась в окей. Это... Это классно, друзья. Это хороший показатель. Когда стерлядка в окей, это... Что-то давит. Нет, это уже не стерлядка. Это что-то такое интересное. А подсадчик-то у меня и нет, друзья. Опа. Это либо плотва... Плотва хорошая. Плотва хорошая. Хорошая плотва. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это уже плотва хорошая. Вот эту рыбку я возьму на тараночку. Она пойдёт. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Смотрите, какая плотвень, друзья. Смотрите, какая плотвень. Вот это плотвень. Вот это я понимаю. Вот это вот рыбешечка. Грамм такая, 300. Радует, радует. Значит, надо было изначально выбирать дальнюю точку и пытаться на ней ловить. Сегодня передавали всего плюс 16 градусов. И северный ветер холодный. Но ветер у меня получается со спины. Мне его загораживают деревья. У меня ветра сильного нет. Солнце светит. По мне градусов 25 сейчас. 23-25 сейчас есть. Очень комфортно. Даже чересчур жарковато. Я не готовился. Я понабрал там теплых вещей. Сказали же, плюс 16. Понабрал теплых вещей. А сейчас можно до трусов раздеваться и купаться. Идти. В общем, опять с погодкой подфартило, друзья. Классно. Рыбалка рыбалкой. Но покушать надо что-то. Перекусить. Ну что, с утра нужно было ловить сразу на дальней точке. Начинать знамши бы. Но откуда мы можем все знать? Все в экспериментах. Место новое. При вас экспериментирую. При вас все делаю. Вот на дальней точке начались небольшие поклевочки. На ближники 10-15 кормушек кинул. Вообще одна еле-еле шевеленочка. Ну а сейчас я давайте попью чайку с бутербродиками. А потом продолжим ловлю. Чайку я попил. с бутербродиками. Перекусил. Продолжаю ловить. О, хорошо. О, хорошо. О, хорошо. О, хорошо. О. Продолжение следует... Продолжение следует... Тихо, 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 тихо. Что там? Покажись. Тихо, тихо. Ребята, подлещик хороший. Хороший подлещик. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой, ты что творит, а? Хочет воздуху глотать. Почти лещ, друзья. Это лещишка. Это лещишка. Это даже не подлещик, а лещишка, друзья. Друзья, смотрите какой. Друзья, это лещ. Это килограммовый лещ. Вот он. Вот он, друзья. Смотрите, двумя руками его держу. Ой, тихо ты, блин. И хорошо взял с отстрелом. И вытащил я его все-таки. Хороший лещишка. На килишку где-то. Итак, была мощнейшая поклевка с отстрелом. Подсек. Рыба хорошо заселась, в принципе, на крючок. На овнер, на 12-й. И меня посетил хороший, послеобеденный лещ. Ну, где-то закилошный. Обеденным я его назвать не могу. Сейчас время, наверное, часа 2-3 час, наверное, уже. Дня. Может быть, уже и к 3 даже. У меня нет с собой сейчас мобильного. Вот. Но еще не вечерка. Поэтому он послеобеденный, но не вечерний. Я, конечно, уже хотел идти раскладывать палатку. Готовить спальное место. Но теперь еще немножко посижу. Прямо буквально полчасика, минут 40 посижу. Если ничего, тишина. Пойду сделаю палатку. Пожарю мясо. И продолжу ловить до темна. В принципе, мне место новое понравилось. Понравилось оно мне в первую очередь тем, что здесь нет мелочи. Клюет здесь редко, да. Ну, сколько вот я поклевок видел? Немного. Поклевок 5, наверное, за полдня. Но, каждая поклевка, это более-менее крупная рыбка. Нет такой мелочи, как я ловил в предыдущем видео на Оке. Там вся была мелочь. Поклевки были частые, но была одна мелочь. Самая крупная, наверное, грамм 400. Здесь поклевки реже, но даже платва здесь крупная. И лещи тоже неплохие. Поэтому место мне понравилось. Сюда я буду приезжать. Будет у меня в копилочке еще одно. Опа, поклевка, друзья. В эфире сидит. Сидит. Есть, друзья, есть. Блин, не пойму. Тот лещ-то мне дал жару. Он здесь вот как начал брыкаться. Я думал, что сойдет прямо у берега. Что, пацанчика раскладываешь, друзья? Что посоветуете-то? А? Ну, поднимайся. Что там, да? Ну, о, тоже хороший. Еще один хороший, друзья. Еще один хороший подлещик. Но это чуть поменьше того, чем тот. Хотя, может, такой же. Хотя, может быть, и такой же. Хотя... Может быть, если и поменьше, то только ненамного, друзья. Чуть-чуть поменьше. Да. Определенно мне нравится это место. Определенно. Такие лешики посещают. Копчушные, я бы так сказал, копчушные варианты. Блин, прям вот. Да и для тараночки пойдут. И это еще не настала вечерка, а еще и завтра утреннее. Ну, что, продолжаем разговор с этим местом. Которое определенно мне нравится. Когда мне палатку-то разбирать? Когда стемнеет, по тьмах. А мясо когда жарить? С таким-то клевым. В голодном оставаться. Бог с ним, с мясом. Да? Бог с ним. Бог с ним. Бог с ним. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мне отстираться-то... Переодеться даже не вошли... О, ребят... Взял меня и испачкал... Дай-ка я сейчас сниму... За нижнюю губу зацепил... Весь в соплях я, короче, в лещинах, друзья... Я весь в лещевых соплях... О, красавчик, правда? Красавчик... Теперь за нижнюю губу... Да... А я весь в лещевых соплях... Ну, дал он мне жару... Товарищ... По-моему, друзья... Надо разложить подсак... Вам так не кажется? Наверное, надо, надо... Давно пора уже, да? Давно пора... А я все боюсь масть... Сбить... Как говорится... Суеверничаю... Что если разложу подсак... Собью я все это... Такой клев... Ну, вообще, надо... Иначе я буду весь... В рыбных соплях... В лещевых... Я и так-то уже... Почти весь в них... А еще надо идти... Разбирать палатку... Жарить мясо... Когда все это делать? Я не знаю с таким клевым... Вы не представляете... Каких усилий... Мне стоило... Оторваться от рыбалки... После поимки трех лещей... Но... Надо срочно... Поставить палатку... Иначе... Придется это делать... По темному... Поэтому я сейчас... Быстро ставлю палатку... И возвращаюсь ловить... КОНЕЦ... На этом не крикотке... Поставить палатку... Да... ... Три... КОНЕЦ... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, палаточка готова. Матрасик, подушечка, одеялко, простыня даже под одеялкой есть. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Пойдем половим еще чуть-чуть, а потом надо мяско жарить. Друзья, пока разбирал палатку, у меня что-то сидит и завело, походу. Ага, сидит, но что-то не крупное. Не, хотя, ну такой, средний размерчик. Представляете? Грамм 500 сидит, пока разбирал палатку. Обалдеть. Так, продолжаем. Раз сидит, значит, рыба на точке имеется. Правда ведь, друзья? Значит, еще там они должны быть. Блин, когда мясо-то жарить? Мне когда мясо жарить. Или, или. Или лещи, или мясо. Отлично. Прям в точечку, где скопились лещи на мою прикормочку. Ну что, друзья, сказать? Хотите, верьте в приметы. Хотите, нет. Разложил подсачек. Поклевки прекратились. Два заброса, правда, я сделал после того, как вытащил сидевшего подлещика. Всего два. Пока поклевок не было. И вновь продолжается бой. И лещик такой молодой. И юный фидермен впереди. Друзья, только забросил и сразу поклевка. Но вон активатор едет. И что-то такое вроде. Тихо, тихо. Еще и хищник тут плещется. Не дает. Что, сошел? Или на меня идет? Что-то не пойму. Ну, сошел, похоже. Или на меня идет? Рано я, видимо. Подсек. Но поклевка такая хорошая была. А, нет. Не-не-не. Что-то есть. Что-то есть. Тянет, тянет. Ты что? Не тянет на дно. Никак не хочет выходить. Сейчас мы разберемся с ним. В связи с этим товарищем-то разберемся. Ну, где ты там? Иди сюда. У меня теперь есть все оружие. Я теперь уже тебя с подсадчиком жду. Иди сюда. Где ты есть? Ну. Вот. Вот. Хорошо. 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 Оп-хоп-хоп. Тихонько. Тихонько. Что-то зацепилось. Так. Ну, это такой. Грамм. Пиццор. За нижнюю губу. Драма по классике. О, друзья. Пятикаточка. Где-то приблизительно. Но тоже приятно же, да? Время шесть вечера. Надо идти жарить мясо. Я так думаю. Замаринуем мясо. Смотрите, такой мяско взял. Брал замороженное. Ну, то есть, заморозил в холодильнике, в морозилке. Потому что не знал, когда буду его готовить и насколько оно все на мне хватит. Так. Ну, тут особо много мудрить не будем. Вот так разрежем на несколько частей вот здесь вот. Такие стейки. Но мы их будем жарить на сковородке. На углях не буду я сейчас заморачиваться. Одному не охота мне. Это я когда с семьей. Шашлычок, мышлычок. А сейчас мы его замаринуем для сковородочки. Так. Ну, в общем, вот как-то так. Кладем первый слой. Приправочкой. Так. Приправу для курицы взял. В принципе, ничего страшного. Так. Кладем второй слой. А, надо посолить солюшку. Вот. Кладем второй слой. Много сильно солить тоже не надо, как бы. Потому что еще соевый соус будет. Пересаливать как бы тоже не хотелось. Так. О, вот так вот уложим миско. Так. Сыпем еще раз приправочкой. Можно по-человечески. Так. Вот так. Перемешаем теперь. Равномерно приправка распространилась. По-новому уложим. По-новому укладываем. И все это дело заливаем классическим соевым соусом. Маринадик у нас будет. Конечно, можно было бы лучку. Но лучку я, честно говоря, забыл. Поэтому маринад у нас вот такой. Сыпем чуть-чуть приправкой. И убираем. Приправка ярких салат. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Эх, под такую бы закусочку сейчас, да? Ладно, друзья, всем приятного Потрошите холодильнички, кушайте вместе со мной Запахом, как мясо попробовать надо Не успело солнышко скрыться за горизонт, Как резко похолодало, аж до пары изо рта резко потемнело, так что не видать ничего Поэтому на сегодня, поэтому на сегодня рыбалочка у меня закончена, в принципе, разведочка неплохая, посмотрим, как себя покажет утро Давайте до утро, время 5 утра, время 5 утра, ночь выдалась очень холодная, поэтому я как проснулся, сразу сейчас с утра переоделся в свои теплые вещи, благо я их взял Вот, но пока еще никак согреться не могу Вот ток-ток переоделся, вот сейчас, ночью, конечно, я замерз даже под одеялом Было очень холодно, перепады, конечно, температуры жуткие Днем была жара, купался даже я Ночью холодно, да даже сейчас, вон, пар изо рта, видите какой, смотрите, какой туман на грехой стоит Ладненько, короче, я сейчас пью кофе, по-быстренькому, и еду ловить Посмотрим, что утро принесет, какие результаты Время, полшестого утра, снасть закинута, кофе заварено Как хорошо, холодное, влажное утро, выпить чашечку горячего кофе на рыбалочке, на природе Супер Какую-то несет рязку, не пойму, вчера ее не было Сегодня с утра ее несет, много-много рязки Откуда она взялась, непонятно Ну вот первый заброс произведен, поклевочек пока тишина никаких нет Надо, конечно, сейчас вот кофе допью, потемпую Ну, подкормить точечку Оставшийся корм, ну, не весь, конечно, половину оставшегося корма сейчас туда фигануть Ну, а дальше уже будем сидеть, ждать Можно уже чуть-чуть поддубинить Как-то так Посмотрим Классно, там вот немножко облака на горизонте, да? Ну, надеюсь, что они уйдут и из них выйдет солнце, потому что вот здесь чистое небо И опять настанет жарко Опять будем раздеваться, будем загорать, купаться Надеюсь, надеюсь Что еще урву хотя бы утро хорошего, теплого, солнечного дня Вчерашнюю пойманную рыбу я засолил вчера вечером Поэтому садочек у меня лежит на земле Если сегодня что-то поймаю и буду в поклевочке То уже привезу в свежем виде Пожарить, может, покоптить Потому что соль закончилась у меня Вчера килограмм соли потратил я на эту рыбу Не ожидал, что будет такой улов Поэтому взял с собой всего лишь килограмм соли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, поклевочка Первая утренняя И рыбка на крючке Кто же это? Сейчас проверим Кто же это? Кто же это? Кто же это? Хороший Леша Я хочу, чтобы был Леша хочет Лешу Леша хочет Лешу Тыдрин, тыдрин, тыдрин Не, ну сопротивляется вроде что-то там Ну-ка посмотрим Вот он уже Подходит сюда Оп! Есть! Хороший Ребята Пацачик Так Где-то есть-то Вот он Вот он Ну неплохой 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 Хоп Хоп Есть Так Так Хороший Хороший товарищ Килишка Друзья Смотрите Килушничек По-любасу есть Килушка Да? Да Да Хороший Хороший товарищ Хороший Ну что С утрешним почином Меня друзья Да? Туман на речке Рассеивается Тучка Которая стояла там Уходит вдаль Выходит солнышко Вам если видно Она озаряет уже тот берег И даже вот верхушки Деревьев Моего берега Кружа Озаряет Я думаю Сегодня будет опять тепло У меня в Прилове Пока только один лёшек Вот сейчас была Поклёвочка Ну сладенько Я так думаю Это даже не поклёвка Это просто задел Облеск Ну ещё время есть Прошёл Наверное Только час Мне так кажется Мобильник там Или полный Даже час Не прошёл Ну Которого Пока ловим Продолжаем ловить А над родною Страной Солнышко Встаёт А на реке Да на оке Хороший лечь Клюёт Ребят Очередная Поклёвочка И кто-то есть И кто-то есть Тихо-тихо Давим Давим Ну-ка Тихо-тихо-тихо-тихо Сюда-то выводят Пытаюсь спать Ну-ка Качаю 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 Ну ты будь подниматься-то Нет? Тихо-тихо-тихо-тихо Да нет Не крупные Просто бойкие Бойкие Ящики Ну как не крупные Нормально Нормально Тихо-тихо-тихо-тихо Такой Грамм пятьсот Хороший П Hahah Возьмите Скользкий, зараза. Скользкий, зараза. Продолжаем разговор. Друзья, вышло солнышко, начало припекать и поклёвки резко прекратились. Пойду я сейчас покушаю, позавтракаю, потом ещё немножко половлю до обеда, а в обед буду собираться домой. Друзья, пошёл завтракать, пока разогревал, думаю спущусь, посмотрю, спускаюсь, а у меня здесь загибает. Кто-то некрупный, может быть даже плотвичка. А, не, 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 сопротивляю, нехорошее. Плотвичка точная. Нормальный такой грамм. Вот этот где-то полкило, грамм 400, 300, 50, 400. не буду даже подсаково брать. Заглотал-то как? Заглотал. Как мне теперь тебя вытаскивать, дружище? Полен. Позавтракал, хорошо, вкусненько. Я пока завтракал, фидер не закидывал, потому что видели, да? Пока готовил, у меня уже заглотил по самому балу и сидел, загибал вершинку. не хотел, чтобы заглатывал там аж до кишок, поэтому не закидывал. Сейчас вот пришел, позавтракал спокойно, без всяких проблем и делаю забросик. Сейчас половлю часа два-три, не больше, потому что, во-первых, у меня заканчивается прикормка, а во-вторых, в обед особо не клевало. Ну все, что, солнце уже печет вовсю, становится жарко, пора снимать теплую одежду. Из осени в лето. Опять. Туда и обратно. Ночью осень, днем лето. Поклевочка только что была. Продолжение, продолжение. Давай, давай. Давай. Ёпта какая. О-о-о, с обстрелом. Есть. Сидит родной. Сидит, мой хороший. О-о-о-ой. Сидит родной. Сидит хороший. О-о-ой. 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 Ну давай, покажись нам, друж... дружочек. О-о-о. Сошел, блин, ослабил, он сошел. Блин, вот так бывает. Ослабил пока под шаг клал сход. Вот так. Такое дело. Такое дело. Друзья, хорошая поклёвка Прям сразу вух с отстрелом То есть повёл к берегу Не знаю Если сейчас опять сойдёт То буду менять крючок Значит, дело в крючках В крючке Уже подзатупился Потому что такую поклёвку Да, друзья, сход Обрыв крючка Обрыв крючка Нету крючка Охренеть! Что там была за акула-то? Что она сама отрвала крючок Вот это да! Что там был за рыба-то? Интересно мне уже это становится Блин, фидергама-то у меня нету Точнее Велоскомерный нити Не успел я купить Перед грибалочкой Делок Прошлого И вот За эти ошибки Я Воплотился Ну и ничего Ничего страшного Главное, что поклёвки есть Есть лихие поклёвки С отстрелами А уж Как поймать Будем думать Охренеть темно Уход Крючка Крючка Осталось За кадром То Изм oversight А Крючком До Мир Т итак друзья корма осталось буквально на пару-тройку кормушек время сейчас уже 10 часов с 9 до 10 ни одной поклевки не было видимо здесь так же как и во многих местах реки Аки где-то с 9 утра до после обеда затишье так во многих местах Аки я замечал то есть можно идти в обед спать готовить заниматься какими-то делами потому что клёва особого нет клёвка начинается после 3 часов дня вечерка так называемая вообще после 5 но сейчас солнце темнеет рано после 3 можно начинать а именно вот этот видимо период так же как и везде на Аке я тут тоже не активен я докармливаю и буду собираться домой небольшой небольшой лайфхак о том как довести свежую рыбу до дома если у вас нет автомобильного или какого другого иного холодильника наверняка все старые рыболовы знают но кто-то может быть начинающий сейчас рыболов может быть кому-то будет это интересно если вам ехать до дома более 4 часов то скорее всего это не сработает 4 и более это не сработает но если вам ехать до дома час, полтора, два два с половиной до трех часов то это вполне сработает и можно привезти свеженькую рыбку домой для этого мы делаем берем живую рыбу которая еще вон трепыхается стоять большую немножко ее долбим чтобы она раз надо же ее пожарить дома спарываем ее выбрасываем кишки в хищнику промываем чтобы кровь тут все слилось можно еще жабры выкинуть при желании и забиваем внутренности нашей рыбы внимание крапивой желательно конечно молодой но если нет молодой то можно и не молодой забиваем так вот прям утрамбовываем и ваша рыбка доедет до дома более-менее свежей вот вот подходит к концу моя рыбалочка в этом замечательном месте на берегу замечательной реки оки что хочу сказать разведка боем оказалась более чем удачной такого улова от незнакомого места я просто не ожидал очень порадовало это место однозначно попадает в список моих любимых мест реки оки да и не только реки оки а вообще всех моих любимых мест классно теперь я буду сюда приезжать я открыл для себя еще одно новое место поэтому друзья езжайте экспериментируйте открывайте для себя новые места я сам вот вообще консервативен в плане рыбалки я вот езжу всегда в одни и те же места в которых я когда-то наловил хоть там уже и не клюет а я все равно туда езжу в надежде но иногда у меня бывают заскоки я тыкаю в навигатор пальцем сажусь в машину и еду в незнакомое мне место так было в этот раз и фортуна мне улыбнулась на новом месте не зря есть библейская заповедь ищите и обрящите конечно она касается веры но и в рыбалке тоже работает ну на этом друзья у меня все спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok